Всем привет! Я Василий, это канал Рябов на Кухне. Сегодня я закопчу куриные ножки в смокере. Будем коптить на ольховой щепе. Рецепт очень простой и получается очень вкусно. Будут такие некие куриные сникерсы под пивко самое то. Что мы делаем? Смотрите сразу же. Нам понадобится куриные голени. У меня здесь 2 килограмма. Соль, паприка копченая и чеснок гранулированный. Все, больше ничего не нужно. Чтобы получилось очень вкусно и классно. Специи многие добавляют больше, но я думаю, что при копчении не все равно это все улетучится. А вот просолится хорошо солькой и копченая паприка с чесночком даст все, что нужно. Остальное вообще будет классно. Смотрите, не переключайте, ставьте лайки и погнали. Смотрите. 2 килограмма. Что нам делаем? Сначала мы подготовим. Делаем надрез вокруг кости. Нам нужно перерезать сухожилие. Все. А потом вот так вот аккуратненько снять верхнюю вот эту часть. Ее можно вот так вот загнуть пальцем. Оп. И все. А это можно срезать ножом таким образом. Дальше. Еще подрезаем, зачищаем. И вот получается у нас вот такой вот сникерс, как бы видите, кругленький. Классный. Все, откладываем. Так, смотрите. Дальше что делаем? Нам нужно, чтобы наша курочка была не такая влажная. Поэтому мы возьмем так вот тут салфеток и будем обтирать. Так вот прям. Оп. Обтираем. И ставим сюда. Пока что. Так со всей курицы надо сделать. Потому что на влажную, конечно, хорошо прилипнет наша посолочная смесь. Но коптить влажные продукты нельзя. Так, обсушили. Дальше что делаем? Смотрите, посолочная смесь. На 2 килограмма курицы примерно 2,5 ложки соли. Копченой паприке нужно примерно столовую ложку. Вот так. И гранулированный чеснок чайную ложку. Все. Все это быстренько перемешали. Получили такую посолочную смесь. Дело нехитрое. Берем каждую ножичку, обсыпаем и хорошенечко ее прям вот всю просаливаем. Вот так вот. Массируя. Вот так хорошо. Вот что получилось. Такая хорошая, хорошая такая штука. Такой получился вот чупа-чупс. Понимаете? Были сникерсы, стали чупа-чупсы. Все. Так просолили, поставили. Следующую. И так вот делаем со всей курицей. Все. Смотрите, вот курочка готова. На полтора часа, на два в холодильник ставим мариноваться под пленочку. Ну, а я пока постригу вот эту тлиану, потому что она уже захватила прям мне всю эту террасу. Не переключайтесь. Мои постоянные зрители знают, что если я влюбился в какой-то бренд, если мне понравилось его качество, я начинаю покупать все от этого бренда и пользоваться тем. Потому что, ну, классные вещи, они всегда классные, да? Так было с Тефалию, так было с Филипс. И сейчас это случилось также с Бош. Я недавно купил себе газонокосилку. Отличная, классная газонокосилка. Вы знаете, я показываю, да, в предыдущих выпусках. Ну, а сейчас я себе купил электрический кусторез. Бош Изио. Классный нож. У него два ножа есть различных. Сейчас будем стричь. Я покажу, как это работает. Но прежде чем стричь, конечно, нужно... Прочитать было книжку с инструкцией. Там написано, что работать нужно только в перчатках. И вот, кстати, Дмитрий с канала «Люблю вкусно похамячить» из Гамбурга прислал мне в подарок вот такие вот перчаточки. Он посмотрел в предыдущие выпуски, я там на казане готовил. Димка, спасибо. Они как раз, кстати, пришлись, потому что сейчас я буду в саду работать именно с помощью этих перчаточек. Большое спасибо, Дим. Приду тебе привет заодно. Так, ну что? Держись, Лиана. Сейчас мы тебя укоротим, так сказать. Так. И начинаем работать, да? Включаем. И пошла возня. С Лианой справился, чтобы еще постричь. Пойдемте, я знаю, что ее постричь. Для кустав нам нужно было такие ножи, ну а для травы нужны другие. Поэтому мы снимаем, меняем нож. Что-то делается легко и просто. Все. И уже готово. И, пожалуйста, пошли постригать. Все, что газон-косилка не достригется, вот с этой стулкой вообще отлично справляется. Ну что, какая красота, да, получилась? Почти ровненько. Ну это я еще просто первый раз. Куда девать все вот эти вот ветки? А я вам скажу. Я купил садовый измельчитель Bosch. Вот он. AXT 25D. Пойдем покажу, как он работает. Вот этот зверь. У него есть контейнер на 53 литра. Сюда загружаются ветки. Он перемалывает, работает не так громко. А потом получился компост. Мы прямо на грядке в виде удобрений. И наш урожай будет еще лучше. Ну все, смотрите. Какой отличный получился компост. Да? Ну что, пойдемте готовить смокер и замачивать щепу. Так, щепу будем замачивать просто в воде. Но наше количество куриц, она примерно пару жменек вот таких хороших. Вот столько хватит. Все. Минут 20-30 пускай замачивается. Как раз таки мы начнем разводить смокер, чтобы он прогревался. Нам нужна температура примерно 100 градусов. Поддерживает 100-150. Вот. И как раз будем уже начинать коптить. Температура в камере уже 135 градусов. Поэтому мы берем, открываем. Здесь кладем лист железа внизу. На него как раз таки мы будем расположить щепу. Вот она уже размокла у нас. Я беру и так вот раскидываю ее. Отлично. Вот так. Дальше мы устанавливаем поддоны для жира. И решетки, на которые будем располагать как раз таки нашу курицу. Так. Вот так вот почистим. Все. Отлично. И теперь нашу курочку просто берем. Я просто ее разложу вот так вот прям. Красивенько. С печи будет проходить внизу горячий воздух. Разогревать щепу нашу. И сверху так выходить. И в трубу будет закоптить нашу курицу. Все. Закрываем. Коптим примерно час при температуре 120-130 градусов. Ну что, прошел час. 130 градусов. Мы держали температуру. Посмотрите, какая красота получилась. Все классно прокоптилось. Сейчас будем снимать и дегустировать. Ну что, вот и долгожданный момент. Какая красота получилась. Боже мой, вообще. Прям, ну, не удержаться. Будем пробовать. Я подниму бокальчик пенного. Вы можете с чайком, конечно. Но я делал специально для себя, чтобы мы сегодня очень хорошо поработали. И надо очень хорошо теперь отдохнуть. Поэтому за вас, ребят. За ваши подписки, лайки и комментарии. Вы большие молодцы. Давайте. Ай, хорошо. Ну что, пробуем, да? Вот так вот, оп. Смотрите. Ну что это, да? Вы представляете? Ух, какое мясо. Мяско. Идеальное. Просто идеальное мяско. Видите? Ух. И оно пахнет. Вот копченость совсем такая маленькая и классненькая. Ой-ой-ой. Ребят. Ммм. Пальцы вверх. Комментариями. Прям засорите прям комментариями, насколько это хорошо или плохо. Ну и жду ваши рецепты. Может быть, кто-то как-то по-другому коптит такую курочку. Расскажите. Хорошо? Давайте, ребят. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин